Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видеоуроке я хочу показать вам, как можно в один слайд вставить три звука. Вот у меня есть пример. Сейчас я вам покажу его. Я взяла два футажа, которые у меня были. Вот у меня играет одна музыка. А теперь идет мелодия. Птички, если вы слышите. Вот поют птички. И со среди этого слайда я еще добавила шум ветра. Вот такую композицию мы с вами сегодня попробуем сделать. Естественно, эти шумы я взяла просто так от фонаря, можно сказать, просто чтобы показать вам, как можно это использовать на практике. Итак, я сейчас удалю все наши звуки и попробую заново их поставить. Захожу в музыка и нажимаю вот эту кнопочку. Все звуки я убрала. Итак, тут самое важное. Нужно посмотреть, сколько длится каждый слайд. Первый слайд у меня длится 15 секунд. Я подобрала такой музыкальный фрагмент, чтобы он тоже длился 15 секунд. Итак, я захожу во вкладку музыка. Нажимаю на вот этот плюс и добавляю звуковой файл. У меня на компьютере есть папка, в которую я уже сохранила эти звуки. Вот, первое у меня вступление. Я нажимаю на него и открываю. Вот первый наш звук. Здесь, если мы нажмем кнопку нарастание и понижение звука, мы можем увидеть его длину. Вот он длится у нас 19,5 секунд. Чуть больше. Я сделаю так, чтобы он длился 15 секунд. Я остановлюсь на вот этот треугольничек. Левой кнопкой мыши зажимаю его и тяну немножечко вправо. Так, чтобы у меня получилось 15 секунд. То есть это мне нужно где-то 4 секунды убрать. Ну вот с этого места. И чтобы не было резкого звучания, я подвожу курсор к вот этому квадратику. Тоже зажимаю его и двигаю влево. И видите, у нас такой как бы градиент появился. Это означает то, что наш звук будет плавно нарастать. Мы можем это прослушать. Если нажмем на воспроизведение. Вот наш фрагмент играет. Все. Нажимаем клавишу ОК. Теперь можно прослушать его здесь. Ну, я не буду весь его ставить. Вот давайте где-то с вот этого момента. Вот у нас закончился первый слайд. И во втором нам нужно поставить 3 звука. Я хочу поставить сюда фоновый звук. То есть это мелодия. Добавлю сюда пение птичек. И где-то посредине вот этого слайда добавлю еще шум ветра. Первыми я поставлю птички. Значит, я захожу вот сюда в музыка. Нажимаю на плюс. Ищу свой файл с птичками. Он у меня трек 0.1. Открываю. Вот если мы сейчас воспроизведем его. Снова захожу в нарастание понижения звука. И нажимаю воспроизведение. Вот слышите, наши птички начали петь. Хорошо. Останавливаем. Если вы помните, второй слайд у нас длился 26 секунд. Если вы хотите, чтобы ваши птички пели не только на протяжении этого слайда, но и дальше, то вы можете не ограничивать вот здесь, вот длину вашего звукового файла. Но я, пожалуй, поставлю так, чтобы он заканчивался именно на 26 секундах. Там, где заканчивается наш второй слайд. То есть я подвожу курсор к вот этому треугольнику. Зажимаю левую кнопку мыши и двигаю его так, чтобы у меня вот здесь вот было 26 секунд. Вот видите, 29. Вот 26. Тут тоже можно сделать понижение и нарастание звука, но в данном случае мне это не надо. Тоже можем прослушать этот звук. Вот он звучит. Здесь нажимаем тоже ОК. Вот здесь мы можем поменять громкость этой дорожки. Можем сделать меньше. Вот видите, даже видно на экране звуковой волны. Или больше, если нам надо. Ну, меня пока устраивает 100%, поэтому я оставляю так, как есть. ОК. Можем сейчас прослушать, что у нас получилось. То есть вот у нас закончилась мелодия и пошло пение птичек. Теперь я хочу, чтобы у меня со средины вот этого слайда добавился шум ветра. Значит, смотрим на наш слайд. Вот у меня он обозначен 26 секунд. Средина это будет, получается, 13 секунд. Значит, мы опять идем во вкладку музыка. Добавляем новый звуковой файл. И это у меня звуки природы, шум ветра. Я его открываю. Снова захожу в настройки. И смотрим. Шум ветра мне нужен на 13 секунд. Больше, чем наш слайд, я не хочу, чтобы он играл. Поэтому вот здесь вот немножечко масштаб я увеличу. Подвину так, чтобы у меня шум ветра начинался без паузы. Он у нас и так нарастает, поэтому здесь я не буду ничего менять. А вот этот бегуночек я подвину так, чтобы у меня было 13 секунд. Вот примерно здесь у нас получается 13 секунд. И в конце тоже можно немножечко уменьшить его звучание. Можно прослушать. Давайте прослушаем. Вот наш шум ветра в оригинале, чтобы вам хорошо было понятно и слышно, как это будет звучать в самом слайде. Нажимаем здесь ОК. А вот теперь начинается самое интересное. Если мы оставим вот эти треки так, как они есть, что у нас получится? Давайте посмотрим. Вот я включаю наш слайд. Звучит первая мелодия. Вот начинают петь птички. На протяжении всего этого слайда мы слышим только пение птичек. Но нам нужно, чтобы на средине этого слайда появлялся шум ветра. Но его пока нет. Вот закончилось пение птиц и только после этого появился шум ветра. Почему так получается? Заходим опять во вкладку музыка и смотрим. Треки у нас идут один за другим. Смотрим предыдущий трек у нас 26 секунд. Значит следующий звуки природы начнется после того, как закончится вот этот. Для того, чтобы нам сдвинуть звуки природы, мы должны встать во-первых на этот файл. Потом. Вот у нас есть кнопочка смещения. Вот здесь мы должны поставить минус 13 секунд. И давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Я начну воспроизведение вот с этого момента. Вот у нас поют птички. Видите, тут даже визуально видно, что смешались два файла. И вот с этого момента у нас остаются и птички, и шум ветра появился. Это как раз то, что нам нужно было. Останавливаем наш файл. И теперь нам осталось только добавить фоновую музыку. Заходим. Заходим снова в музыку. Добавляем звуковой файл. У меня это сувенир. Вот он у нас встал в самом низу. Ну, опять-таки здесь можно немножечко изменить параметры его. Я масштабом немножко увеличу. Я хочу, к примеру, чтобы он у меня начинался не с самого начала, а вот с вот этого места. Точно так же я двигаю квадратик, чтобы было плавное начало. И до самого конца, пусть играет эта музыка, до конца моего ролика. Здесь я нажимаю ОК. Здесь смещение нужно поставить такое, откуда у нас начинался трек с пением птичек. То есть пение птичек у нас длится 26 секунд. Значит, здесь мы должны поставить минус 26. Опять-таки, если надо подвигать вот эту громкость, но это вы уже сами подрегулируйте, если вам надо будет. Можно сделать его громче, можно сделать тише. Меня пока устраивает все как есть, поэтому я здесь трогать ничего не буду. Итак, нажимаю ОК. И давайте теперь прослушаем, что у нас получилось. Вот я с самого начала начну проигрывать. Вот у нас идет одна мелодия. Теперь начинается другая, и мы слышим пение птичек. А вот со средины этого слайда еще появился шум ветра. То есть, таким образом вы можете добавить в свой ролик не только три звука, а сколько угодно. Самое главное здесь рассчитать, когда должен воспроизводиться ваш следующий ролик. Итак, в сегодняшнем видеоуроке мы с вами научились добавлять несколько звуковых файлов на один слайд. Вот я еще раз вам проиграю то, что у нас получилось. Идет фоновая музыка, поют птички. И сейчас начнется еще шум ветра. На этом наш видеоурок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok